Тем временем позиция Запада пока четко так и не сформирована. Уже есть первые сообщения об указах президента США и приостановлении договоренностей с Россией со стороны Евросоюза. И даже министры обороны европейских государств уже делают официальные заявления. Но в них опять же никакой конкретики. За дипломатической риторикой и реакцией мирового сообщества следит редакция программы «Мир. Итоги». Шеф-редактор проекта Руслан Идрисов присоединился к нам. Руслан, добрый вечер, что скажешь? Привет, Мадин. Ну, риторика, надо сказать, не только дипломатическая, местами даже околовоенная. И ты права, главная интрига все еще сохраняется. Как же отреагирует Запад? Об этом я не только расскажу прямо сейчас. Владимир Путин превратил Минские соглашения в клочья. Такую оценку происходящему дала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. На экстренном заседании Совета безопасности ООН она акцентировала свое внимание на заявлении Путина. А именно на его словах о праве России претендовать на все территории бывшей Российской империи. Так вот, постпред США напомнила, что империя существовала более ста лет назад, еще до создания Советского Союза, и намекнула, мол, зачем вообще об этом вспоминать в нынешних реалиях. Той Российской империи, которая существовала до Советского Союза, нет уже более ста лет. В империю входили территории таких стран, как Финляндия, Грузия, Молдавия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Эстония и другие государства, а также части Польши и Турции. По сути, Путин хочет, чтобы мир вернулся в прошлое, во времена до того, как стала работать ООН, во времена, когда миром правили империи. Но остальной мир продвинулся вперед. Сейчас не 1919 год, а 2022. Ну, Владимир Путин назвал оценку его слов о Российской империи ложной спекуляцией. Эти слова он озвучил во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и опроверг прогнозируемые планы о восстановлении границ Российской империи. Но между тем, Госдеп США распорядился вывести своих дипломатов и сотрудников посольства из Украины в Польшу в интересах безопасности. Об этом сообщает Блумберг с ремаркой. Днем посольства в Львове будет работать в штатном режиме, но ночевать сотрудники дипмиссии должны теперь в соседнем государстве. Тем временем Путин распорядился установить дипломатические отношения с республиками Донбасса. Этим уже занимается в МИД России. Официальная Москва ведет переговоры с Донецком и Луганском. На этом фоне Владимир Зеленский заявил, что Украина может разорвать дипломатические отношения с Россией. На заявление уже отреагировали в Кремле пресс-секретарь президента России Песков. Сказал, что это, цитирую, было бы крайне нежелательным сценарием, усложнив не только ситуацию между государствами, но и между народами. Конец цитаты. Президент США Джо Байден, новый канцлер Германии Олаф Шольц и французские лидеры Мануэль Макрон созвонились сегодня, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. Они, понятно, осудили решение Москвы и заявили, что этот шаг не останется без ответа. Однако вот западные же эксперты называют позицию Запада неопределенной. Давайте послушаем комментарий германского политолога Джуди Демпси. Россия повторяет в Донецкой и Луганской областях Восточной Украины схему, по которой она захватила Крым в 2014 году. Однако по-прежнему существует неопределенность в отношении того, как на решение Путина отреагирует Запад и, в частности, Европейский Союз. Но я хотела бы добавить, что слабая реакция оставит Путина оправданным. Однако Байден уже подписал указ, запрещающий американцам инвестировать в ДНР и ЛНР, импортировать товары или экспортировать из этих республик. Кроме того, документ предусматривает введение санкций против любых экономических партнеров самопровозглашенных государств. МИД Германии призвал Россию отменить свое решение. Шольц заявила при остановлении сертификации газопровода «Северный поток-2». А без сертификации, понятно, его не смогут запустить. Ну и в Москве, я уверен, понимали это, когда принимали решение. В Италии и Австрии также заявили, что решение Путина нарушает Минские соглашения и препятствует дипломатическому регулированию украинского кризиса. Конец цитаты. Президент Молдовы осудила решение российского руководства. Грузинский лидер Солумен Сурубешвили назвала последние события в Украине повторением 2008 года. В Великобритании официальное заявление сделал глава Минобороны. Вот что он сказал. Давайте послушаем. То, что происходит на Украине, невероятно серьезно. Это суверенное и демократическое государство в Европе. И все мы в Европе должны беспокоиться и без колебаний предпринимать любые действия, которые необходимы, чтобы удержать президента Путина от подрыва как НАТО, так и Европы. И, что более важно, наших ценностей. Ну, здесь тоже никакой конкретики, по крайней мере, пока. Напротив, против решения России, простите, выступил и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, заявив, что тем самым Москва нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины. В общем, формулировки, понятно, звучат практически одинаковые. А между тем, цена на нефть марки Brent превысила 99 долларов за баррель впервые с сентября 2014-го. Стоимость апрельского фьючерса выросла более чем на 4%. Американская нефть WTI подорожала на 3,3%. Стоит она теперь почти 95 долларов за баррель. Котировки, понятно, ускорили рост на фоне новостей вокруг Донбасса. Ну, давайте напоследок не о политике, экономике, дипломатии, а о тех, кто в конечном счете расплачивается за решения, принятые в высоких кабинетах. Я прошу режиссеров показать нам фрагмент интервью молодой девушки, жительницы Донбасса, а после еще немного поговорим. Столько сейчас гнетущая обстановка, что я не знаю, насколько это действительно хорошее решение и насколько оно может привести к миру. Сейчас все очень переживают, у всех забирают отцов, братьев, мужей. На самом деле очень страшно. Ну, я думаю, эти слова сильно обесценивают громкие и долгие речи политиков в разных странах. Сегодня человечество достигло того уровня своего развития, когда действительно можно договариваться, решая конфликты дипломатическим путем. Важно лишь, чтобы к диалогу были готовы все стороны конфликта, и тогда таким вот молодым девушкам, да и вообще людям не будет страшно жить. У меня все. Ну, жить как жить дальше, я думаю, задумались сегодня и мы, Руслан. Мадин, да, здесь немного философии в вашем эфире сегодня. Да, да, ну вот если ты мог заметить, что сегодня курс долларов в обменниках взлетел, и за него уже дают больше 440 тенге. Ну и Нацбанк сегодня влил 33 миллиона долларов для укрепления нашей валюты. Спасибо большое, Руслан, я продолжу говорить на эту тему.